МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы готовы рассказать вам о самых значимых событиях города и Самарской области. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Денис Капля. Большая утрата для всего Самарского региона. Ушел из жизни Николай Игнатьев, руководитель группы компания АКОМ, президент областного союза работодателей, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Тольятти Сергей Анташев выразили соболезнования его семье и близким. Телеканалы ВАЗ-ТВ и Тольятти-24 связывают долгие годы сотрудничества с компанией АКОМ. Искренне скорбим в связи с кончиной Николая Игнатьева и выражаем соболезнования его родным, близким и коллегам. Прощание состоится 14 июля с 12 до 13.00 в Тольятти по адресу Светлый проезд 7. Еще одно печальное сообщение. Из-за несчастного случая на воде погиб главный врач клиники Диастом Владимир Древин. Он руководил стоматологической клиникой с 2006 года. Проработал по специальностям парадонтолог и стоматолог-хирург свыше 25 лет. Прощание с Владимиром Древиным состоится 14 июля с 11.30 до 13.30 по адресу улица Барковская, 66. Компания «Ладомедиа» соболезнует родным, близким и коллегам в связи с утратой Владимира Вячеславовича. И к другим темам. 13 июля президент России Владимир Путин провел заседание Совета в режиме видеоконференции. В ней приняли участие представители федеральных органов государственной власти, а также органов субъектов и местного самоуправления. От Самарской области участие в заседании принял губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в ближайших выпусках новостей. Неспокойная ночь выдалась у тольяттинцев. Причиной стала сильная гроза со шквалистым ветром и проливным дождем. В результате разбушевавшейся стихии, повалены большие стволы деревьев, повреждены десятки автомобилей, сорваны крыши. Ущерб от разрушений сейчас подсчитывается. Мой коллега Василий Логинов проехал по улицам города и посмотрел на разрушения. Предположение о том, что в городе разразится ураган в Италии в воскресенье в воздухе целый день. Было тихо, душно и жарко. И вот в 11 часов сначала пришел ветер, затем ливень, ураган и гроза. Как итог, десятки поваленных деревьев и покалеченных машин. Это был самый настоящий шквал. По мнению синоптиков, многодневная жара, копившаяся над городом, выдержав натиск холодного фронта, выстрелила в Тольятти в ночь на понедельник дождем и ураганом. Хотя в соцсетях и говорят о том, что предупреждение от МЧС было, гроза и плюс 37. Все же многие долгожданных смс-ок о том, что надвигается ураган, так и не дождались. А ураган пришел и со всей своей силой. За ночь на пульт единой диспетчерской службы поступило 12 сообщений о завалах из деревьев. В новом городе повалило около 20 деревьев, пострадали 14 автомобилей. На улице Революционной ветром перевернул остановочный павильон. Спасатели трудились и после полуночи, и утром, отрабатывая самые сложные вызовы. Они очищали проезды на улицах и эвакуировали людей с одной из турбаз. Самая сложная ситуация у нас была в портпоселке. Там на территории базы отдыха Березка, Большая Сосна упала на домик, в котором находилось 9 человек. Отдыхали люди, спали. По счастливой случайности никто не пострадал. Зданию серьезно был нанесен урон, то есть произведена была эвакуация людей. В городе утром картина была, как и положено, постураганной. Десятки поваленных деревьев, смятые, разбитые машины и автовладельцы, вполне оправданно переживающие за свою испорченную собственность. Ведь сейчас даже знающие адвокаты не рискнут предположить, получат ли пострадавшие какую-либо компенсацию. Пришла мастерская компания, даже не называется, отказывается составлять протокол. Сказали, ей дали поручение только очистить проезд. И все. С машин, говорит, ничего трогать не будем. Никаких актов, ничего не будет. Вообще ничего. Пока еще не посчитан до конца ущерб, нанесенный городу ураганом. Однако то, что в одном только десятом квартале сразу в нескольких местах деревья просто разбили несколько автомобилей, говорит о немалых суммах, которые автовладельцам в итоге придется истратить на ремонт своих машин. В пятом квартале в кармане Ленинского проспекта в разных местах от упавших деревьев пострадали несколько автомобилей. А вот в десятом квартале повреждения у машин гораздо более серьезными. Приора восстановлению не подлежит. Калина также в общей сложности пострадала четыре автомобиля. И это не все поврежденные автомобили в этом квартале. После чересчур удавшейся природной вечеринки в городе весь день большая уборка. И судя по сообщениям в соцсетях, ураган принес не только поваленные деревья, а еще и долгожданную, пусть временную, но прохладу. Вот только порадует ли такая малость владельцев, потерявших свои авто? Большой вопрос. Василий Логинов, Сергей Рогов. Новости Тольятти. И к теме коронавируса. За сутки в регионе подтверждены 72 случая заболевания COVID-19. Из них 46 в Самаре, 8 в Тольятти. По словам специалистов, коэффициент распространения инфекции в городе снизился до 0,6. И вот как ситуацию с COVID-19 в регионе прокомментировал руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Самарской области, главный врач медгородка Николай Ренц. Добрый день. Уважаемые жители Самарской области, продолжаю информировать вас о ситуации с коронавирусом. Итак, сегодня фиксируются еще 72 случая заболевания. Всего нарастающим итогом 5954 человека у нас заразились этой инфекцией. Более половины заболевших, а это 3607 человек, уже выздоровели. 940 жителей Самарской области сегодня получают лечение на дому под наблюдением работников поликлиники. Они переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме. Добрый день. До 8 вечера. Приходится иногда слышать нарекания в адрес службы скорой медицинской помощи. Вызвали, долго ждали. Я хочу напомнить, что скорая помощь нужно обращаться только в экстренных случаях. Во всех остальных случаях в поликлинику или вызывая врача на дом. Правительство Российской Федерации приняло решение направить более 5 миллиардов рублей на выплату медицинским работникам увеличенных отпускных или за компенсацию отпуска, которого они были вынуждены лишиться или отказаться из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение об этом 10 июля подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Так, Самарская область получит 57,2 миллиона рублей. Постоянно мы видим с вами, как штаб принимает то или иное решение, уменьшающее ограничительные меры карантина. И мы только этому рады. Но я, тем не менее, хочу сказать, что эти действия, они связаны с определенной тенденцией к снижению количества заболевших. Но больные люди остаются, остаются те, кто сегодня находится на госпитальных койках, остаются те, кто находится в отделениях реанимации. И эти ограничительные меры снимаются только в расчете на нашу с вами сознательность, на вашу сознательность. И самым простым, подчеркиваю, самым несложным и самым эффективным методом тем не менее остается ношение маски. Если вдруг в результате нашего с вами неосознанного, несознательного поведения и отказа от ношения масок будет вновь наблюдаться рост количества инфицированных, возможно введение вновь карантинных мер. Это единственная мера, карантин, которая может прекратить распространение инфекции. Но не хотелось бы, чтобы после стольких усилий, стольких переживаний, стольких потерь, мы с вами вновь возвращались к таким серьезным мерам. И это зависит от нас с вами. Уважаемые граждане, прошу вас, не игнорируйте эти простые меры само- и взаимозащиты. Всего вам доброго, желаю вам здоровья. Помощь будет, несмотря на возраст. В этом году около 900 тольяттинцев после многолетнего ожидания покинут программу «Молодая семья». А все потому, что им исполнилось 36 лет. Специально для выбывших депутатов Городской думы разрабатывают альтернативную форму поддержки. Подробнее о новой субсидии расскажет моя коллега Юлия Владимирская. Марина и Сергей Федотовы стали участниками программы «Молодая семья» в 2012 году. Жили на съемной квартире в ожидании сертификата. Спустя некоторое время условия государственной поддержки изменились, и супруги смогли взять квартиру в ипотеку на 15 лет. С ежемесячным платежом в 23 тысячи рублей. Родилась вторая дочка, затраты выросли, и потребность субсидии тоже. Тяжело у нас. Папа дома не появляется. То есть работает целыми днями абсолютно в разъездах постоянно. То есть как бы дома он не бывает у меня. Вот. Естественно, я работаю постоянно. Вот. Дочки вот сейчас лето. Самоизоляция. Садов нет, школ нет. Ну, бабушки спасибо им. Помогают нам. В очереди супруги Федотовой двигались. Но не всегда вперед. Несколько лет подряд большинство сертификатов отдавали преимущественно многодетным. Дума городского округа Тольятти на протяжении этого созыва уже добилась того, что было добавлено финансирование по выделению сертификатов. Если мы раньше выделяли денег на 200 сертификатов, то сейчас более 600 молодых семей получат данные сертификаты. Спустя 8 лет, когда наши герои вошли в первую тысячу и до получения финансовой помощи осталось рукой подать, Сергею исполнилось 36 лет. А это значит, они больше не могут рассчитывать на помощь государства. Супругам Федотовым придется самостоятельно выплачивать ипотеку. А это еще 11 лет. Нельзя не сказать о том, что в этом году в Самарской области ввели субсидию для людей, которые выбыли из программы «Молодой семье. Доступное жилье». На нее могут рассчитывать те, кто 4 года простоял в очереди и оформил ипотеку. Размер выплаты рассчитывается, исходя из количества членов семьи, из процентной ставки и стоимости приобретенного жилья. Но, по словам жителей региона, выплата по этой программе намного меньше, чем если бы они получили сертификат по программе «Молодая семья». Примерно в 10 раз. Средний размер субсидий – 95 тысяч рублей. На четверых мы, по-моему, около миллиона должны были получить по сертификату. Я уж, если честно, не помню. Но узнали, что есть такая программа, то есть обрадовались, начали узнавать о ней подробно. И когда мы узнали, что у нас там максимум 130 тысяч дадут на четверых, ну, конечно, это смешно и ничтожно мало. Депутат Тольяттинской думы Иван Попов предложил парламентариям обратиться в правительство Самарской области, чтобы поддержать выбывших по возрасту из программы «Молодая семья». Я как раз вышел с инициативой, чтобы выделять им средства в сумме не менее той, которая выделяется по федеральной программе. И предложил выделять не менее тысячи сертификатов. В ближайшие три года из программы «Молодая семья» вылетят около 4 тысяч тольяттинцев. Но все же каждый участник не устает надеяться, что количество сертификатов увеличит, и он успеет получить финансовую поддержку. Юлия Владимировская, Владимир Никитин, Новости Тольятти. Они спокойные, хладнокровные, рассудительные и очень меткие. Минувшие выходные в стрелковом комплексе «Ловчий плюс» прошло сразу два турнира. Большой приз Тольятти – третий этап Кубка России по спортинг-компакту. Более 200 участников боролись между собой за первое место. Все подробности турнира у Ивана Шумилина. Тольятти уже многие десятилетия является центром притяжения лучших стрелков России и мира. В минувшие выходные стрелковый комплекс «Ловчий плюс» принимал третий этап Кубка России по спортинг-компакту. А также в юбилейный 20-й раз организовал турнир «Большой приз Тольятти». А главный приз действительно солидный – автомобиль «Нива». Если мы говорим «Большой приз Тольятти», это турнир, который 20 лет назад мы учредили. Мы это, я имею в виду «Тольятти», «Ловчий плюс». Это самый такой традиционный и, наверное, единственный турнир, который насчитывает 20-летнюю историю. Поэтому кто-то сегодня из гостей, из наших, кто принимает участие, уедет на этом автомобиле, на «Новиком» автомобиле. Это всегда приятно. География участников поражает. Приехали буквально все – от Владивостока до Калининграда. Более 200 человек собрались на берегу Волги, чтобы побороться за главный приз. К счастью, у нас большой опыт, 20-летний, поэтому мы знаем, что нужно стрелкам, чтобы обеспечить безопасность, комфортное пребывание, питание и так далее. Поэтому все соответствует всем требованиям, по всем параметрам. Поэтому я очень доволен. Немного о формате соревнований. Территория была разделена на 8 стрелковых зон. На каждого стрелка 200 мишеней по 100 в день. Формула проста – кто выбьет больше, тот и победит. А вот и главный момент всего дня. Финальные перестрелки лучших из лучших. Семеро самых метких определяют места на пьедестале. Зрители затихли. Слышны только звуки установок и выстрелов. В итоге в категории «А» победителем стал Николай Кобяков из Якутска. Победил в упорнейшей борьбе. Намазал, конечно, такие мишеньки. Но повезло. Подготовки особо не было, потому что ситуация такая. Там у себя в городе Якутске на своем сцене тренировались, занимались. Ну, приехали заранее, конечно, пристреляться. За два дня приехали, пристрелялись. Ну, полет очень хороший, понравился. В категории «Б» сильнейшим оказался Никита Прахов. Также по итогам соревнований три спортсмена получили звание мастеров спорта. Илья Бобылев, Рамир Николаев и Никита Прахов. Турнир окончен. Победители известны. В очередной раз один из лучших стрелковых комплексов России «Ловчий плюс» организовал соревнования на самом высоком уровне. Иван Шумилин, Дмитрий Котельников. Новости Тольятти. А теперь о погоде. Рубрику представляет салон «Штор Аллегра». Хорошие ткани по низкой цене. Шторы Аллегра. Хорошие ткани по недорогой цене. Бесплатный пошив в Тольятти. Телефон 8-987-444-4469. На этом все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте vastv.ru и в мобильном приложении «Тольятти-24». В студии работал Денис Капля. Всего доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова